Вот вы говорите, кризис, кризис, а последствия кризиса, они бывают разные, и в плюс, и в минус. Вот этот вот шикарный автомобиль, вообще вот это семейство мини-куперов, оно родилось из топливного кризиса в конце 50-х годов. Была задача коммерческая, сделайте, пожалуйста. Чтобы ездила, чтобы было 4 места, чтобы влезала бутылка джина, огромная пепельница, никакого радио. Из-за этого получился вот тогда вот семья мини-куперов, культовый автомобиль, единственный автомобиль, который я бы назвал в этом мире клановым. А мы сегодня будем ездить на John Cooper Works, это абсолютно новая штука, которая только в предзаказе пока даже есть, а мы уже сегодня записываем подкаст. Он немецко-английского производства, поэтому мы сегодня обсуждаем немецкий и английский футбол. Это единственный культовый автомобиль в мире, мы сейчас сидим в самой вот последней, самой распоследней модели, здесь больше 300 лошадок, поверьте, это танк. А поскольку мы все-таки два настоящих мужика оказались в этом интеллигентном автомобиле, сегодня мы говорим о футболе. О футболе мы говорим о немецком, а в английском, потому что мини-купер это автомобиль, который собирается в Англии и делается под патронажем BMW. А это причем особая модель, она называется... Джонни Купер работает, если вообще перевозить с английского. А Джонни Купер, назовем так на простом языке, автомобильный дизайнер, глава тюнингового ателье, господин Джонни Купер сделал реальность участия марки мини в гонках. Причем не просто участие, а еще и победы, 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 потому что, как я уже сказал, последний Дакар он выиграл. Дима, тебя сложно заставить выступать на стороне Англии, ты человек космополитичный. Ты болельщик команды Брэдфорд-Сити, насколько я всем об этом рассказывал. Дима, ты болельщик Брэдфорд-Сити, футбольная команда, футбольный клуб, который сейчас выступает в Лиг Ту, насколько я знаю, это четвертый, да, по счету, ведь дивизион Англии. И, ну, всех месье знает, толк в возвращениях, с одной стороны, с другой стороны, это очень мило, что люди не сконятся за славой, за кубками, за трофеями, а болеют за какие-то скромные клубы. Помогли выиграть в Кубок Лиге в 2013 году. Брэдфорд-Сити один-единнадцатый раз, да, за последнее, там, чертовое количество лет участвовал в Премьер-Лиге, на один сезон вышел. Два. Тем не менее, английский футбол вот там, в нижних дивизионах, это то, чем Англия до сих пор может гордиться, как если мы говорим именно об английском футболе. Дима, ну, у твоего Брэдфорд-Сити немецкие владельцы, вот такое вот несчастье. Ну, остался, к счастью, один, от одного избавились, потому что... Избавились, надеюсь, каким-то легальным путем? Да, в принципе, без разницы, потому что такой прохиндей заслужил разных вещей. Человек, который рассказал, что он прошел, а не помню, сам он балканского происхождения, Эдин Рахич, его звали до сих пор, к сожалению, в основном снится плохих. Сделал много очень плохого для клуба, потому что потом уже показала практика, и об этом тренеры, которых поменялось достаточно много за этот период времени, хотя он находился во главе всего три года, но Стюарт Маккол, легенда клуба, потом рассказал, что тот приходил на тренировки и рассказывал, как нужно тренировать, какие упражнения делать, влиял на все процессы по переходу игроков, поставил жену главным бухгалтером клуба. Потому что ты не про российский чемпионат, мы рассказывали. Да, я рассказывал вообще про весь футбол. Не нужно просто людям, которые, как ты сказал, живут только в реалиях российского футбола, думать, что только у нас все плохо. Я тебе, кстати, могу сказать, что когда говорят, что, знаешь, в России там ксенофобия, там тролливали, и там любят раздувать истории из политических ситуаций. Да, любят. Меня раздражает, тебя раздражает, я знаю, можно за тебя выступлю. Но я тебе хочу сказать, что англичане дошли до ручки, кто сделал, мы же говорим сейчас о дерби немецких и английских, о противостоянии английского и немецкого футбола. Вот немцам, поверишь ли ты или нет, абсолютно до лампочки очень долгие годы были все вот эти вот английские инсинуации. Ну, на самом деле, этому есть некое политическое, историческое объяснение. Ну, да. Вот. Но англичане гораздо более острые, провокативные и зло выступали против немецкого футбола. Самый верх безобразия был в полуфинале чемпионата Европы 96-го года, когда сборная Англии и Германии встретились на Уэмбли, на старом еще. Кстати, они же, между прочим, своим матчем закрывали историю старого Уэмбли, на котором Англия, кстати, у немцев, по-моему, не выиграла вообще ни разу, если мне не изменяет память. Так вот, тогда заголовки английских газет, они все были связаны со Второй мировой войной, там были просто оскорбительные вещи, типа сдавайся, фрис. Вот какие-то вот такие истории, которые довели до экзальтации совершенно народ. Они были практически уверены, что Англия выиграет, вот та команда с Аланом Ширером и Полом Гаскойном. Оказалось, что они, ну, что ж, они до этого, причем, выиграли у Испании серию пенальти, свою первую серию пенальти в истории, в четвертьфинале, попали точно так же в серию пенальти с немцами и проиграли. Где у тебя лежит этот учебник со всей статистикой? Где-то он тут находится, видимо? Все учебники, Дима, с некоторых пор лежат в интернете. Расскажи, пожалуйста, кто сейчас самый лучший футболист, английский футболист, вступающий в Германии? Не, ну, я думаю, здесь не нужно врать, понятно, что Санчо. Все равно, ну, хотелось бы, конечно, выпендриться, сказать, что я умнее всех, искать там, что Джон Джи Кенни, например. Санчо выступает за Дортмундскую Боруссию, уникальный дриблер, совершенно такая, какая-то кошачья у него техника, мяч вот так вот при дриблинге у него лежит практически всегда. И в последний момент уходит из-под оппонента, который ему кажется, что он уже его накрыл. Да, но он, как бы, интересно так, именно выманивает на встречном движении и потом дергает. Это, конечно, впечатляет. Скажи, пожалуйста, вот англичан в Германии выступающих где-то примерно в три раза меньше, чем немцев, выступающих в Англии. Англичан в Германии выступало четыре. Простые цифры я еще могу, кстати, сохранять. Такую статистику я могу. А Льюиса Бейкера, вот, по-моему, вчера или позавчера Челси из «Фортуны» отозвал. Безусловно, немцев в Англии значительно больше. УПА играет центральный защитник, в Шеффилт-Уэнсда играет центральный защитник. Но больше всего их в Норвичи, но мы с тобой сейчас вот подсадим интересного пассажира. Нас тут голосует девушка, которая почему-то в цветах Дортмундской Боруссии. Это явно провокация. Чем привет! Наталья Житкова к нам присела. Удивительно, во-первых, обладатель фамилии такой же, как у меня. Какое-то невероятное совпадение. Во-вторых, болеет за Боруссию Дортмунд, что мы попросим сейчас объяснить. Ну, судя по цветам, да? И возглавляет художественное агентство «Спорт и Зарт», которое занималось организацией художественных выставок в период проведения таких крупных турниров, как у нас, как чемпионат мира по футболу, Кубоконфедерации по футболу. И вот расскажи нам, Наташа, пожалуйста, почему, во-первых, у тебя Боруссия? Боруссия, потому что это желтый. Потому что я была, как это ни удивительно, на многих футбольных матчах и в Англии, и в Германии. Да, и мне кажется, что Боруссия Дортмунд – это просто идеальный клуб с точки зрения семейного футбола. Там есть и, безусловно, крутое фан-движение, там флаги, атмосфера. И при этом, если зайти в фан-шоп, там одежда на любой вкус, и для взрослых, и для детей. Вообще классно все сделано, и хочется все это потрогать и забрать с собой. Ну а стиль этот стал возможен благодаря тому, что, в общем-то, в процессе воссоздания этого клуба из банкротов в лидеры европейского футбола стал футбольный трейгер Юрген Клоп, при котором Боруссия пережила дикий расцвет. И сейчас он уехал благополучно в Англию, где возглавляет футбольный клуб Ливерпуль. Привел его к победе в Лиге Чемпионов. Удивительное совпадение меня всегда уинтересовало. Юрген Клоп тренировал в своей жизни три профессиональных клуба. Майнс, Дортмунд и Ливерпуль. И, наверное, тебя интересуют их песни. Меня интересуют их песни перед матчем, который исполняют болельщики. Все три клуба Юргена Клопа, у всех болельщики перед игрой поют Юлнео вокалов. Ну, значит, следующий Селтик. Значит, следующий, видимо, остался Селтик. Но Селтик сейчас на задворках Европы, поэтому... Ну, кто-то должен его спасать, почему бы не Юрген Клоп? Да не надо спасать, на самом деле. Мне кажется, что у Селтика все в порядке. Там надо спасать весь чемпионат Шотландии. Смотрите, Германия стала чемпионом мира в 2014 году, да? У них там крутые игроки, состав, тренер, все супер. Мы делали выставку к чемпионату мира в 2018-м. Галерея звезд футбола. Ни один художник ни из Петербурга, ни из Москвы не нарисовал ни одного игрока сборной Германии, ни тренера, ни бывших звезд, ни нынешних. При этом Ибрагимович из Швеции, не самая лучшая сборка. Мне кажется, что связано с двумя вещами. Действительно, согласен, создается, прежде всего, команда и акцент на развитии того, чтобы, в принципе, развивалась общая система, причем можно интегрировать затем этих футболистов довольно легко в сборную, потому что, так или иначе, все клубы имеют, ну, более-менее схожие стилистические. И, конечно, есть отличия, но стиль сам Бундус Лидия, мне кажется, очень такой характерный и мало на что похожий даже в других чемпионатах, которые сейчас стали... Даже, причем, даже сам Юрген Клоп стал чуть-чуть другим, да, в Ливеркуле? Вот, да, я согласен. Несмотря на то, что он стал одним из основоположников стиля вот этого, который ты имеешь в виду, с большим количеством риска. И, в общем-то, это развило его как тренера, то, что сейчас он стал куда более сильным тренером, потому что... Потому что в таком календаре, как в английский, ты просто не можешь... Ну, и под такие задачи, мне кажется. Ну, психологически там он тоже стал менее развязанным, скажем. Кстати, это правда. Но, возвращаясь к этому, мое мнение, это связано с языковой культурой. Все-таки немецкий язык все меньше люди знают в мире, в отличие того же английского, испанского... А шведского? Ну, я сейчас продолжу мысль. Но можно по-разному относиться к Брадимовичу. Безусловно, на мой взгляд, он уникальный талант, абсолютно уникальный талант, но он немножко калечит клубы, в которых он находится. Ну, кто сейчас из современных игроков сборной Германии настолько реально яркая личность в том футболе, который сейчас мы видим, где личности имеют большее значение и, возможно... А я бы сказал, что они наоборот немножко деградируют даже в Англии, потому что ее ЗИЛ это уже просто исключительное... И все его негативные качества, какие там только могли быть, они проклюнулись именно в арсенале. Ну, это же дело не в Англии, а в том, что все было заложено в нем. Не, ну хорошо... Так аж деньги, деньги, которые пошли выинвестироваться в английский футбол, они эти качества просто вынули на поверхность. В другом... Хорошо, те, кто не играют в Англии, из игроков сборной Германии, кто действительно настолько узнаваем сейчас? Это, мне кажется, объективные процессы, что все-таки по-настоящему суперзвездных футболистов в Германии... Ну вот нет, в Германии звезд, да? Просто их нет. Нет, они просто не звездоориентированы. При том, что... Звезды, я имею в виду не в плане публичности, а просто по своему уровню. Хорошо, по топ-статусу, который проявляется именно на поле. Но мне кажется, их сейчас нет реально. Наверное, Нойер был самый известный в сборной Германии. Но он и есть. Сейчас он совсем известный, потому что он расходится со своей подругой и стал очень известным. Ну вот странно, что Нойера не нарисовали. Ну, возможно, вот... Можно было, да? Нет, но мы же никому не давали задания, кого рисовать. Художники выбирали сами, да? То есть, если они выбрали, например, нарисовать... Слушай, ну, с другой стороны, вот хорваты, финалисты чемпионата мира. А кого-нибудь нарисовали? Нет. А, там тоже есть люди. Извините, Модрич, я считаю, что в Германии нет сопоставимого игрока. Нету. Поэтому... А его тоже никто не нарисовал? Нет, ну смотри, они стали в 2018-м, да? Так а он-то был уже и... Не, ну да, ну а просто вот смотри, немцы чемпионы мира, да? Да, и то есть, не знаю, я сидела с тем же Шурлей, его, мне кажется, в России узнали, когда он в Спартак перешел. Когда я с ним сидела на трибуне и смотрела матч Боруссии рядом, в Дортмунде, да, можно похвастаться. И с ним тогда сфотографировалась, да, и для русской, так сказать, аудитории, не знающей подробно футболистов, эта фотография там в каких-нибудь соцсетях не имела особого смысла, пока он не перешел в Спартак и не стал известен. Наташа и с Лукасом Подольским фотографировалась. Прекрасно, прекрасно, молодец. И с Вернером. Да, я больше фотографировалась с Нойером, когда он играл в Шальке. Ну, он уже был тогда. В общем, Наташа, свободная от работы. Я думаю, что просто... О, знаешь, с кем еще крутыми я фотографировалась? Так. С Чубой. Великолепно. Я промолчу. Наташа, к тебе вопрос. В свободное от работы время, я уже понял, ты фотографируешься с футболистами. И рисуешь. И рисуешь. Но недавно была выставка, которой ты непосредственно занималась. Она была посвящена марке... Правильно, она была посвящена автогонкам и приурочена к формуле в Сочи. Мини Купер просто, как один из участников гонок, был нашим партнером. Мы сами ездим на Мини Купере. И удалось реализовать свою мечту и разместить картину на крыше собственного автомобиля. То есть набить тату, как футболист бы сделал, а англо-немецкий бы какой-нибудь... Да, кстати, у Мини была серия даже автомобилей, которая так и называлась. Тату, где на дверях можно было сделать свой собственный рисунок. Но если мы возвращаемся к теме немецких игроков, которые... Мало того, что они не звездные, но в Англии их в три раза больше, чем английские в Германии. То есть если уж немецкие футболисты не звездные, то английские, они подавно, честно говоря, занимают какой-то непонятный совершенно статус. Потому что вот этот про Архимов Стерлингов можно рассказывать... Кстати, английского футболиста тоже ни одного не было. А что там со Стерлинг? Это неудивительно. Как раз то, что не было, нет. Ну, вот... Стерлинг, кстати, сейчас очень хороший футболист. Реально развившийся, который при Гвардиоле... Даже вот позавчера был матч Шеффилд-Юнайт и Асмелл. А сколько он сейчас интересно начал... То есть и раньше это был обычный вингер, который играл в последней трети, залезая... Который играл в классический английский футбол. Ну, не в классический. Он не делал в подаче, все-таки, справедливости ради. Он, собственно, телесо штрафнул. Ну, классический вингер – это подача в английском футболе. А сейчас это футболист, который реально находит и в 14-й зоне постоянно открывается. Объясни, пожалуйста, людям, что такое 14-я зона? Ну, есть 18 зон в футболе, на которые разделено поле. 14-я зона – это та зона, которая для группы атаки, если воспринимать, это вот в районе штрафной и дуги. Как так? Футболистов 11, а зон 18. Это, кстати... Футболистов 22, поэтому приходится бороться. Кстати, бороться надо с Пепом Гвардиолой, который придумал понятие этих зон. Он начинал с того, что... Секундочку, я как раз хочу сказать, что Стерлинг именно при Гвардиоле и развился. И именно стал попадать туда, и вот тот же матч Шевтон-Айтед, он очень полезно в этом матче действовал. Нас не уважает группа охранных предприятий. Когда будешь сам в охранном предприятии, боюсь, власть может менять, но это эффектное перестроение. Вот примерно так же перестраивался, короче, Стерлинг, заполняя вот эту зону. Но это называется то, что сейчас с нами сделал вот этот автомобиль справа, это называется просто срезал угол штрафную. А я сейчас просто нарываюсь на пенальти. Есть, кстати, версия, что... Нет, нарывается на пенальти он... Водители мини-куперов не пользуются поворотниками, потому что это такой карт-автомобиль, который может перестраиваться горизонтально из полосы в полосу. Есть ли такие футболисты? О, Рахим Стерлинг таким и был, кстати. Безусловно, в плане атмосферы Германия большой, я считаю, как бы оазис в современном коммерческом футболе. Причем они умудряются и зарабатывать деньги при этом, не хуже остальных, но все-таки оставлять атмосферу. Это тот баланс, который действительно нужно уважать. Но сейчас, кстати, в низших лигах английских постепенно тоже стала появляться эта атмосфера и с флагами. Потому что в Англии же нет как таковых секторов фанатов. Нет, там либо все сразу фанаты и всех дисквалифицируют на пять лет, либо никто. Кстати, в Англии про фанатов. История про Оли Макберни, человек, кстати, воспитанник Братфорс Сити, но сейчас речь не об этом. Это реальный воспитанник, который начал играть за команду. А сейчас он является самым дорогим игроком, купленным в Шеффилд Юнайтед. И он играл в какой-то период за Суанси. И две недели назад был дерби Суанси-Кардифф. Он приехал на фанатскую трибуну и поддерживал игроков Суанси вместе с Родденом. Это травмированный в данный момент игрок Суанси, с которым они дружат. Они пришли на фанатскую трибуну и его, естественно, акцент был на них. Снимали, он пел песни и какой-то сделал такой жест относительно самоудовлетворения в адрес болельщиков в Кардиффе. Какой-то вежливый, относительно самоудовлетворения. Но мы же не знаем, в итоге они самоудовлетворяют себя или нет. Просто это как бы намек. Мы же приличное, нежелкое какое-нибудь издание. Да, в конце концов. Мы о футболе, об искусстве. Машина приличная. Да, машина. Мы приличные. Более чем приличные. Вот, и в итоге вот этого самого Макберни, игрока сборной Шотландии и одновременно игрока шефа-пенальтета и болельщика Суанси и воспитанника Брата Фротфетти, начали сильно действительно поддавливать страну федерации, что нужно себя вести прилично и вообще лучше не появляться на трибунах. А если появляться, то все-таки как-то не показывать своих симпатий и уж тем более не делать о них провокационных вещей по отношению к традиционному сопернику Суанси, Кардиффу. Мне кажется, это очень плохая история, потому что как раз это редчайший случай того, когда игрок профессиональный показывает, откуда он пришел в это. То есть это все равно детская любовь какая-то к игре. Это все равно человек вышший из рабочего класса, а не какого-то приоритированного класса. И это совершенно неадекватно, когда начинают рассказывать, что ты теперь являешься просто человеком системы, который должен занять свой определенный пункт, из которого он не может выбраться. Но, к сожалению, футболисты действительно часто относятся к людям системы, из которой они не могут выбраться. Это и по причине взаимосвязи с агентами, это по причине обязательств перед спонсорами, которые несут в себе этот самый маркетинг, который ты ненавидишь. Теперь это история, после которой ты зауважаешь бренд мини. Были фильмы. Был фильм «Ограбление по-итальянски», старый, с человеком, причем главный роль по фамилии Кейн. Потом был ремейк, не так давно, на эту тему. Там было… С Джейсоном Стэдхо. Да, с Джейсоном, естественно, Стэдхо. Чтобы покруче было. Потому что это авто-бренд кинематографа. Так вот, оказывается, конкурент в сегменте Купера, ФИАТ, предлагал… ФИАТ 500, я думаю, модель. ФИАТ 500, естественно. Предлагал для съемок фильма, а там большая массовка из автомобилей должна была быть по сценарию. ФИАТ предложил со скидкой большое количество автомобилей киностудии, предложил еще и денег сверху доплатить, но создатели фильма сказали, нет, мы купим за основную цену мини-куперы и снимем их в честь уважения к этому бренду, который олицетворяет собой новую, веселую, добрую, классную Англию. Когда мы готовились как раз к выставке с мини, да, хотели сделать такую артовую историю, я узнала, что, оказывается, как раз, вот, видимо, из BMW идет новый посыл, что эта машина больше не позиционирует себя, как отвязный такой молодежный, разноцветный, яркий автомобиль. Вот, и идея в том, что Дэвид Бекхам, он, когда был футболистом, он тоже имел такой, как бы, английский гранж стиль в одежде, да, какое-то поведение такое. Сейчас он вырос, скажем так, да, и будучи не футболистом, уже занимаясь моим нелюбимым маркетингом, вот, у него новый образ, то есть он ходит в смокинге, у него приличная прическа, он семьянин, порядочный человек и так далее. И вот мини Купер решил тоже вырасти, и теперь они позиционируют себя, как тоже автомобиль для взрослого, нормального человека. Так и цены на них выросли, в общем. Да, потому что раньше у них был слоган «Not normal», да, то есть теперь они ушли от такой позиции, и это как раз автомобиль для всех. Кто помнит, с какой фразой Юрген Клоп пришел в Германию, когда ему спросили, вот Мауринио Жозе сказал, «I'm special», да, вот что он сказал про себя с самого начала, что «I'm special», а вы какой спросили Юргена Клопа, что он сказал? «I'm normal», «I'm normal», сказал Юрген Клоп. Нет, наверное, это нормально, просто выйти из какого-то подросткового такого безумства и максимализма, и прийти к более органичному поведению в обществе. Да, кстати, мы с женой смотрели матч, Манчестер и Ливерпуль, точнее, смотрел больше его я, но тем не менее, когда была включена уже трансляция перед матчем, и были предматчевые интервью, но, честно, постарел просто Клоп, реально постарел. Уже вот видно, как… Да это же нормально. Так я и говорю, что это логично совершенно, что, ну, человек меняется. Так вот, Юрген Клоп, он же, его говорят, что его не взяли, ну, это как бы не то, что говорят, это действительно правда. Дитмар Байерсдорфер, тогда был спортивный директор Гамбурга, не только, он там влиял на очень многие процессы, он просто на интервью с Клопом, он не впечатлил, его сказал, что какой-то мальчик пришел в портках, в обвисших. Ну, он так же несерьезно выглядел, как и ты, и говорил, видимо, тоже какие-то несерьезные вещи про 14-ю зону. Англиничане, они ведь удивительные, я же сказал тебе вот в истории с так же, с легкими такими вот этими всеми агрессивными штуками в адрес немцев, связанные с войной, что они немножко похожи на нас, а вот у них есть еще одна штука. Дело в том, что финал 66-го года сборная Англии выиграла в красных футболках. Серьезно? Да, просто ты черно-белый видишь, видео, где забивает Джеффри Ферст. А что ты принимаешь, чтобы видеть вот эта черно-белая? Можно мне посоветовать? Он смотрит расстрашенную версию. Да, я хочу узнать. Вот они играли в красной форме. Кстати, совершенно потрясающая ситуация, что до 68-го года немцы не могли выиграть ни одного матча у Англии вообще. Ни разу. Они выиграли первый товарищ в 68-м году. Да, совершенно верно, потому что поначалу англичане были родоначальники, они вообще всех рвали. Нет, ты понимаешь, как с немцами вообще обращались? Всегда они даже каются, каются, каются. Вот они на поле каялись и каялись. Они вот всех рвали, 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 рвали. Вот у нас тоже все пытаются сделать, что все каялись. Они всех рвали, 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 этих несчастных немцев. Последний раз выиграли финал на Уэмбли, что вошли навсегда в историю тем, что Англия выиграла чемпионат мира. Но после этого ситуация изменилась. Сейчас баланс 15 побед у немцев, 12 побед у англичан, которые, видимо, все остались в том... Очень многие из них остались в том прошлом. Так вот, когда англичане вдруг решили, что они вот как раз тот случай, когда они начали писать про Люфтваффе и все вот это такое перед полуфиналом чемпионата Европы 96-го года, когда он проводился в Англии, и подъем патриотизма был совершенно невероятный. Они вдруг сказали, а давайте вот точно мы сыграем в своей вот этой вот красной форме, в которой мы выиграли чемпионат мира в 66-м году, это нам принесет успех. И мы сказали, ребят, вы ничего не забыли, вы Уэфа забыли предупредить перед турниром, что вы хотите играть в красной форме, фиг вам. Они играли с немцами в итоге в форме мышиного цвета, проиграли... Серый такой. Да, 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 да. Проиграли по пенальти этот матч, и до свидания, вместе со всем своим партриотизмом они пошли вон. Немцы в итоге стали чемпионами Европы. Оли Бирхов забил победный мяч в ворота сборной Чехии в финале. Так что вот такая вот история про... Так англичане сейчас тоже в красной играют? Англичане сейчас иногда играют в красной форме, да, ну потому что уже, видимо... Уже заявку сделали. Часто бывает, что желания опережают структурность мышления. Оставлю вас в приятном обществе Мини Купера. Спасибо за интересный разговор о футболе, об искусстве. Когда ты поедешь на следующий матч в Дортмундской Боруссии. Дим, ты сказал перед съемками, что смотрел фильм про Берта Траута недавно. Да. Хороший? Хороший. Но я не знаю, где его посмотреть еще раз, потому что он был один единственный показ в рамках фестиваля британского кино. Я сам об этом бы не узнал, но мне сказали, сходи. И я, честно говоря, с сомнением пошел, но получил большое удовольствие. Нормальный такой хороший добротный фильм без умничений, без философии. Хорошее биографическое кино. Берта Траута совершенно легендарная фигура, связывающая Англию и Германию. Это немецкий галкипер, который, тем не менее, который побывал в советском плену, в печальной губе. Кстати, это было не показано. Не было показано. Но там интересовало английский человек. Это, видимо, просто было вне контекста. Он побывал и в советском плену, и в английском плену. В итоге в Англии остался жить, отбыв там, назовем это заключением. Хотя ему были предложения вернуться в Германию по окончании войны, но он там остался. Он играл за Манчестер Сити. И вошел в какие-то там фольклорные истории, английские, вполне конкретные, о том, как он заканчивал игру, как написано в Википеде, со сломанной шеей. Но это фильме активно показано. А он был именно с шеей? Или все-таки что? Нет, с шеей у него реально был сломан шейный позвонок. И удивительная вещь, что много-много лет спустя появился в Англии еще один футболист, имеющий отношение к выросшей в Германии, родившейся в Германии. Это нынешний тренер шведского Мальмя Уве Рёслер. У тебя, кстати, третий есть такой? На меча, по-моему. Это мы, я, кстати, хотел с тобой о нему тоже поговорить. Это удивительный совершенно человек. Только, правда, я бы не стал бы его сравнивать ни с Рёслером, ни с Траутманом. Тем не менее, я имею в виду, что он начинал за одну сборную играть юношескую. Да, да, но при том, что ни Траутман, ни Рёслер не играли в Германии. Они не были черными? Точнее, нет, Рёслер в Германии играл, Рёслер не тренировал ни одну немецкую команду. Но Рёслеру, у него какая была ситуация? Он вырос в Восточной Германии и родился в Восточной Германии. Отношения у англичан с восточными немцами были несколько другие, чем у западных немцев с англичанами. Тестан бомбили. Уве, позабивав достаточно немало голов в Германии, он играл большую часть своей карьеры имени сделал в Манчестер-Сити. При том, что... Дима, расскажи, что там... Ну, я считаю, это отвратительная история, если честно, при всем уважении. Но у него была майка, его дедушка бомбил Уолл-Траффорд с датой, когда бомбежка Манчестера. То есть, мне удивительно, на самом деле, все-таки, когда отношение к клубу, получается, у болельщиков Манчестер-Сити, оно ставится выше, чем отношение к своему городу и к стране. Ну, честно говоря, странная для меня история. Но, действительно, он был презентован в такой футболке. Да, действительно, достаточно. Ну, кстати, у Рёслера... Ну, Рёслер вообще себя как-то с Германией вообще не ассоциирует сейчас, потому что он вообще ни разу, как я уже сказал, там не тренировал, жена у него норвежка, а детей он назвал по имени в честь бывших звезд Манчестер-Сити. Культовых фигур. Да, вот это неожиданно. Культовых фигур этого клуба, да. И он до сих пор себя ассоциирует с этим клубом, который сейчас маркетингово изменился, прямо скажем, по сравнению с теми временами, с 90-ми, когда забивал... Ну, безусловно. ...у него Увер Рёслер. То есть это, в принципе, тоже такой образец футбольного бренда. Но, если мы говорим о деятельности футбольных тренеров, то в Англии, конечно, тренеры немецкие востребованы больше, чем английские. В Германии, этому совершенно есть четкое объяснение. Во-первых, институт английских тренеров для меня до сих пор вообще мало... Я мало чего в этом понимаю, честно говоря. Ну, что ты не смотришь английский футбол? Ну, я его, так сказать, слушаю, да, но с некоторых пор, с тех пор, как он мне перестал нравиться. Да. С тем, что перестал быть английским. Но английские тренеры, я так понимаю, они сейчас не ищут особой практики за рубежом. Они как-то по инерции продолжали. Кто-то тормозил Юго-Восточную Азию, там, но это уже были такие... Ну, это более ветераны. Более ветераны. А что такое молодая школа английских тренеров? Есть хорошие примеры для тебя? Ну, честно, я никогда не разделяю английских вообще от других британских. Иногда я даже просто могу и не отличить, кто. Например, Рэдди Хауэ, он шотландец, по-моему. Да, шотландец, по-моему. Тренирующий бордмот. Интересный тренер. В низших лигах есть интересные тренеры. Например, Джонс, который в Лутоне делал совершенно сумасшедшую работу, перешел в Стоук. Его воспринимали как... Он сам играл в Испании, и поэтому это совершенно был нетипичный футбол для Лиги 1. Они с Лутоном вышли в чемпионшип. Причем его по ходу сезона выдернули из Лутона, потому что Стоук это совершенно другой по статусу и по финансам клуб. Но пока у него не очень получается. Ну, понятно, что они постепенно выдавливаются в низшие дивизионы, потому что Премьер-лига все больше и больше заполняется. Все-таки иностранцам. Иностранцам, да и чемпионшип уже так же постепенно. Не зря же немецкий футбол, например, да? Они же выпустили серию вот этих вот тренеров, чисто только что из-за парты. Все такие вот прям вот продвинутые, все на электронике, все на XG, все на всем подряд. И у них идея в том, чтобы они сейчас задали тон поколению, потом, видимо, обросли мясом, потому что понятно, что у него выигрывать с хода они ничего не начнут. Даже вот самый флагман из этих вот, из этой генерации, Нагельсман, он только сейчас приблизился вот к тому, чтобы что-то вот из займа выиграть. Но ничего он не выигрывал, правда ведь? Есть еще одно объединяющее английский и немецкий футбол лицо. Это Дэвид Вагнер, нынешний тренер Шальки. До этого он себе сделал репутацию на Хаддерсфилде. Ты оставил там очень много игроков до сих пор? Там Шиндлер, Хеффеле. Да, оставил там и немцев, оставил... Хеффеле не там, полавносин где-нибудь сейчас. Возможно. Оставил, ты же понимаешь, те, которые уходят из Германии в Англию, для меня люди, управляющиеся в черную дыру. И это тренер немецкого происхождения. Правда, у него такой сложный замес в семье. У него мама немка, которая биологический папа Дэвида Тайц. Но уже ожидая появления на свет Дэвида, она вышла замуж за американца. Поэтому в США он жил, в США он был... А что, дон на Тайце не похож? Не, он немножко похож, он такой, какой-то желтенький чуть-чуть. Вот на него тоже сейчас рассчитываю как-то концепт-тренера, потому что он, во-первых, был ассистентом Юргена Клоппа. Он забрал у него массу идей. И, кстати, Увей Рёслер, которого мы вспоминали, он тоже большой поклонник деятельности Клоппа и вот этой вот игры без диспетчера. Это вот прям вот тоже была его идея фикс как у тренера. А Магнер сейчас сделал шальки. Сейчас недавно у них был хороший матч Менхен-Глобуха, где они тактически их просто переиграли. Я не видел этот матч, у меня папа рассказал о нем. Он сказал, хороший очень матч. И действительно, он говорит, шальки произвел на него сильное впечатление. Да, то есть сейчас ждут, что наконец-то при Вагнере... Ну, в Хаддерсфилде, я так понимаю, там все кончилось не очень хорошо в силу просто ограниченных возможностей футбольного клуба, который выходит из чемпионжа в премьер-лигу. Ну, во-первых, не все клубы. Посмотри, кто борется за Лигу Европы сейчас. Волверхэмптон. Ну, окей, Волверхэмптон там большое вливание финансовая, плюс помощь Мендеса. Но Шеффилд Юнайтед, посмотри, команда выходит и играет очень хорошо. Играет не в плане результата, а в плане качества футбола. Нет, ну мы не говорим, что ни одна из них. Я просто сказал, что именно Хаддерсфилл... Кстати, вот, пожалуйста, ты меня спросил по поводу британских тренеров. Крис Уайлдер. Безусловно, безусловно, тренер Шеффилд Юнайтед очень интересный тренер с идеями. И это идеи, которые далеки от того, что, как многим представляется, традиционный британский тренер, тем более он выглядит очень так... Не традиционно? Да нет, он выглядит, конечно, так по провинциальному, ёршевски. Да, в Йоркшире так нельзя. В Йоркшире так нельзя. И при этом это действительно думающий тренер. Выход в Премьер-лигу для многих клубов чемпионшипа не становится. Потому что, по крайней мере, в первый сезон. И тем более, Хаддерсфилд остался в первый сезон. Он вылетел со второго сезона. Да, со второго сезона. Да, и вот сейчас они были очень долго внизу чемпионшипа, но постепенно оживают. Я слежу за ними, конечно, с неприязнью. Потому что это один из соперников Брэдфорд-Сити наряду с лицем. Но, тем не менее, у нас в аренде играл парень Льюис Абрайан, центральный хав, рыжий. И сейчас он... Мне очень нравился, но он был в аренде с Хаддерсфилда. Ясно, его не могли оставить. И как раз к разговору. Вылетев в чемпионшип, ему стали давать шанс. Сейчас он один из ведущих игроков там забил гол недавно. Он именно такая восьмерка классическая, я бы сказал. Остались бы они в премьер-лиге, возможно, была бы другая ситуация. Развитие парня было бы совершенно по другому пути. В целом, в Англии, ты вот говоришь, но подготовка игроков, она довольно высокого уровня. Все равно игроки, даже которые играют в лиге 1, в лиге 2, это все равно довольно качественные футболисты. Вот, например, была статистика, что в Англии из всех занимающихся футболом в первых четырех профессиональных лигах оказывается полтора процента. То есть все равно есть огромные-огромные выборки, и эти люди добираются до туда. И там совсем непростой футбол. Тем более постепенно же часть игроков все-таки из низших лиг стала подпускаться. Единственная проблема, что это все только для молодых. Потому что, как там игрок проходит, условно, ему становится 23 года, он уже не становится... Это сейчас во всех сферах. Сейчас вообще-то почему-то считается, что только молодых нужно брать, даже не только в футбол играть, а даже... Ну, с футболом-то все понятно. Все хотят перепродаж, как можно больше потом сделать. Да, но чего хотят, например, управленцы, ставь исключительно молодых людей вместо опытных, ну, я никак не могу этого понять. Да я даже не буду. Здесь, это тоже, видимо, какая-то вот такая тенденция, которая, ну, почему-то сейчас принята на вооружение. Наверняка у всего есть свой смысл. Ну, а скажи, пожалуйста, а что не получается у господина Фарки, который возглавляет Норвич? Ну, мне кажется, у господина Фарки все получается. Они 17 очков, они опять вчера проиграли. Ну, про Тотных ему проиграли с Мауринию все-таки, да? Вопрос в том, что это как бы самая маленькая команда по ресурсу и тем футболистам, которые у них есть. Потому что, например, если взять там бомбардирские успехи Пуки на старте сезона, но, мне кажется, это в определенной степени говорит о том, что он был хорошо вписан, но, с другой стороны, это говорит и о том, что если команде приходится полагаться и полностью обслуживать такого игрока, хорошего, интересного игрока, он попал в Премьер-лигу естественным путем, переходом из чемпионшипа. Органически. Его никто не приобрел, и я думаю, что у него и будет такого сейчас даже большого спроса в силу возраста и специфики. Ну, то же самое можно сказать о немцах, которые там играют, там сколько, 5 человек, стабильно играют только двое, это Циммерман и Руб. Да, это такие классические представители среднего немецкого добротного уровня. В том числе дело, что все-таки, мне кажется, что Норвич заскочил, проведя великолепный сезон в чемпионшипе, реально очень сильный сезон. Но в дальнейшем сложное будет зацепиться. Главное, чтобы они, не вылетев, уже не пошли по пути. У многих клубов, которые вылетали, затем и дальше опускались, потому что можно вспомнить Сандерленд, можно вспомнить то, что сейчас в Хадрисотом происходит, как с тем-то, по-моему, еще было. Финансы, конечно, позволяют после вылета из Премьер-бига, потому что, прежде всего, тейминсы, они очень хорошие, и чувствуют себя комфортно в чемпионшипе. Но другое дело, что и там очень много финансовых вливаний. Сейчас, если посмотреть по владельцам, уже больше половины клубов чемпионшипа владельцы иностранцы – это люди с деньгами, которые ориентированы на прежде всего, я думаю. Ну, все случаи нужно брать по отдельности, но все-таки для того, чтобы, создав интересность этого проекта, потом перепродать еще кому-то. Интересно, что сейчас в старе появляться, я уже говорил об этом, играть и с второй Бундеслиги приезжать, потому что все-таки, я смотрю и вторую Бундеслигу, и чемпионшип, ну, уровень исполнителей все-таки в чемпионшипе выше. Несмотря на то, что команд больше, но отдельные хорошие футболисты очень хорошо интегрируют. Там слишком очень много похожих команд во второй Бундеслиге, все-таки основанных на принципах такой командной жесткой игры, где все-таки они не похожи играют на то, как играет Бундеслига, немножко в другом стиле. Ну, мне кажется, вот это на примере Падерборном хорошо может быть. Да, да, Падерборн классически. Ну, ту же самую параллель можно провести между Норвичем и Падерборном. Хорошая параллель. Ну, заскочили, окей, как бы. Скочили, но Падерборн не очень много ждал от себя, если честно. Так а разве Норвич это ждал? Падербор вообще случайно вышел, потому что Гамбург отказался, ну, в кавычках выходить. Так-то там быть даже не должно было. У нас за спиной стадион на Крестовском острове. Четыре матча чемпионата Европы здесь пройдут, которые будут этим летом. Скорее всего, там мало шансов, что сюда приедут англичане и немцы, если я ничего не путаю. Но и те, и другие попали в финальную стадию. Для англичан это не всегда случалось в последнее время. Немцы не пропускают уже очень давно ничего. У одних в группе совсем все страшно. Там Португалия, Франция, это у немцев, и плюс еще одна команда уточняется. Скорее всего, будет это не страшная Венгрия, как вариант. У англичан это Хорватия и Чехия. Чехия, с которой они уже играли в квалификации и, кстати, проиграли в Праге. Ну, и с Хорватии в полуфинале. Да, с Хорватии они играли тоже, кстати, и проиграли. Подожди, ну, а значит, они проиграли Чехию. Один раз проиграли, один раз обыграли. Почему с этой стороны не смотрим? Хорошо, давай посмотрим с этой стороны. Какие преимущества сейчас у сборной Англии могут быть по сравнению с чемпионатом мира, к которому они добрались, ну, и так слишком высоко, на мой взгляд. Команда у них была уж точно не сильнее некоторых, кто там закончил раньше. Ну, знаешь, я вообще до сих пор считаю, что в Бразилии была лучшая команда Чехия-Семера. Ну, закончила она рано. Поэтому здесь все-таки от сетки, как бы, очень многое зависит от англичан, но сетке повезло во многом. Ну, Санчо появился, его не было тогда. Санчо появился. Ну, а насколько он нужен как игрок старта, пока я тоже до конца еще не могу сказать. Наверное, какие-то из игроков типа Абрахама, может быть, появятся. Тем более, минус в том, что Кейн не играет и восстановится он, по-моему, только перед... Он теряет время, да, он восстановится. Не, ну, с одной стороны, конечно, он отдохнет, может быть, в чем-то это плюсом, становится он слишком большой, простой. А Кейн все-таки очень существенная фигура для них. Не просто даже по тому, что он индивидуально себя представляет, а как игрок системы он очень важен. Поэтому в этом отношении, я думаю. Но... Ну, Саутгейт, Гаррит Саутгейт. Это... Наконец-то они пришли к английскому тренеру несколько лет назад, да. Ну, и успешно пришли. Успешно. Хотя у них были опыты удачные. Ну, такие относительно удачные, на самом деле, со Свеном Йорреном Эриксом. И они ему до сих пор готовы ставить памятник за то, что он 5-1 обыграл в Мюнхене. Ну, когда ведь он столько времени готовы ставить, а так и не поставили, это нехороший представитель. Но англичане все-таки всем подряд не ставят памятники. Да. 5-1 в Мюнхене, это, конечно, весомая была заявка на создание Онова, но все-таки, видимо, не совсем. Они с ним выиграли у немцев 5-1. Это прервало великую депрессию, которая у них длилась очень много лет после поражения. Вот для того, чтобы помнить такие вещи, вот я хоть говорю, что я болею за английский клуб, но за сборную Англии я не болею как таковое. Ну, видишь, а люди, которые болеют, они помнят до сих пор, ну, сука, это поколение примерно нашего, примерно нашего. Я думаю, для тех, кто не из границы как-то сопережает, а я думаю, это именно для... Помнят слезы Гаскойна, которые, когда они тоже проиграли по пенальс в полуфинал чемпионата мира в Италии, было опять вот это вот все, там, заламывание рук немцам, они проиграли. Потом они, прощаясь, прощаясь со старым Муэмбли, они проиграли дома 0-1. И вот эти вот 5-1 эриксоновские, они, конечно, сделали им жизнь. Вот тогда они оттягивались опять и про войну второй мировой и так далее и тому подобное. Возможно. Но, кстати, по поводу Англии еще интересно, что будет с вратарями, потому что, например, мой любимец во многом, человек, которому я искренне могу сказать, когда он еще играл в аренде Братфорд Сити, я уверен, что этот вратарь станет игроком сборной, я не думал, что первым номером Пикфорд по качествам, уникальный вратарь, но, честно говоря, уровень последний, начиная с Чемпионата мира, он играет... А как ты думаешь, это такой синдром такого детины, у которого есть все? Да смотри, детина у него, он метр восемьдесят шесть. Ну, слушай, ну он шкаф. Ну, он шкаф, но маленький. Он маленький, даже в жизни, когда я с ним стоял, я был удивлен, насколько он реально... А где ты с ним стоял и зачем, расскажи, пожалуйста. Когда они здесь тренировались. Зачем? Я хотел с ним пообщаться лично. И да, ты... И куда ты его хотел отправить? Нет, я никому... К Слуцкому в Рубин? Нет, нет, я никому... Тот же Дин Хендерсон, например, из Шейфа Нэд, сейчас просто сумасшедший футбол показал. При всем моем симпатии к Пикфорду, у меня начинают возникать сомнения. Именно на данный момент его формы, если он продолжит играть так же, с такими же перепадами, то, что позавчера произошло, опять очередные ошибки, которые стоили победы Эвертону, то начинает становиться вопрос. Но, в принципе, у них большая выборка игроков. Тогда Слуцк Диджо угадал, по сути, потому что были разные варианты еще перед чемпионом мира. Он отдал... Вместо первого тайма Пикфорда он провел очень солидный чемпионат мира. Если мы помним, с Колумбии совершенно невероятный сейф, мне кажется, это один из самых сильных сейфов на чемпионате мира. Хороший хайлайт был, безусловно. Когда у него техника работы ног, подшагивания перед ударами, как перед короткими, как вниз нужно сложиться. И когда на длинном шаге приставном... Ну, действительно, уникален он в этом. Скорее всего, я думаю, пока остается ясно первым номером, но если эти, так сказать, перепады, которые происходят, будут продолжаться, то это может стоить ему вместо первого. Тем более Сауд Диджо, в принципе, довольно смело принимает решение по игрокам. Интересная позиция Лингарда будет. Я считаю, что Лингард приносит пользу, мочи, стернет, когда играет. Но все же над этим смеются, что он уже в премьер-лиге в течение года с лишним не может отдать ни голевую, ни забить мяч. Он напоминает ручную пилу немножко, знаешь, у которой вот если ровно ходят по желобку, то у нее она ходит и пилит. Ну, мне нравятся такие игроки. А если пилит, значит, идет изгиб этой пилы. Для меня, я вот таких игроков люблю, и даже когда я пишу о чем-то, я их ценю, я считаю, что это в хорошем смысле предсказуемый игрок, то, что он даст. Да, потому что он будет оттягивать на себя людей, понятно, что он будет концентрировать силы вокруг себя, все равно с этой скоростью надо что-то делать и так далее. Да дело, мне кажется, не столько в скорости, как таковой у Лингарда, а прежде всего в том, что он тактически довольно грамотный футболист, с большим объемом, скорость у него тоже есть, но все-таки у него нет скоростной обводки. Он, во время в том, что он игрок группы атаки, который во многом занимается разрушением уже так высоко, и поэтому его очень сложно правильно анализировать. Скажи, вот, во сути дела, вот тот же инструментарий, почти, у Саутгейта, а ему нужно что-то показывать другое, да? Почему? Для того, чтобы, ну, почему? Потому что Англия всегда хочет, они не были чемпионами 66-го года, но она всегда будет хотеть побед. Она всегда будет хотеть быть около полуфинала, как минимум, и так далее. Ну, мне кажется, выступлением на чемпионате мира все довольны. Если бы еще выиграли в Беге и за третье место, то... Ну, и нужно доказывать им заново, заново, заново. Потому что я бы не сказал, что у него прям прибавилось... Ну, смотри, ну, они хорошо прошли отборочную группу, да? Они проиграли в Чехии. Ну, они всегда проходят хорошо. Они хорошо сыграли в регенации. То есть они уровень определенный держат, но у них нет необходимого количества, я считаю, топ-исполнителей, прям вот необходимого количества в каждой из позиций. И поэтому люди адекватные, а не те, которые там переберут пиво и будут смотреть... К сожалению, в английской футбольной ассоциации много было людей, которые перебирали пиво, прямо нисходя с рабочего места, судя по оценкам деятельности. Да нет, но, к сожалению, в Англии эта проблема, она существует, все смеются у нас там... Так мы уже с который раз сегодня пересекаемся по поводу того, как же мы все-таки похожи на англичан. Ну, или англичане похожи на нас. Здесь нормально, две великие нации, я искренне считаю, что великие нации много сделавшие, но с синдромом имперским, условно, происходит. Тем лучше будет продаваться Купер в России во все времена. Смотри, пока, если совсем грубо говорить о кривых или о прямых подъемах или падения англичан или немцев в последние два года, то немцы, они совсем, конечно, дали петуха на чемпионате мира в России, англичане дошли до полуфинала. Англичане вообще выступили выше своих возможностей. Выше своих возможностей, выше, два раза выше своих возможностей. А у немцев сейчас очень серьезный, такой сложный период, потому что Йогилев уже не так желанен всеми, как главный тренер сборной Германии. Непонятен его конфликт с Хоммельсом, Ботенгом, Мюллером, да, с которым он сказал, что, ребят, до свидания, делу новую команду. Ну, если честно, из всех этих ребят я бы оставлял одного Мюллера, потому что, на мой взгляд, центральной защитники есть. Соглашусь, пожалуйста, с тобой. Ботенг играет ужасающе. Хотя, возможно, некое следствие... Ботенг продолжает вводить заблуждение с вами длинными передачами. Это хорошая формулировка. Но Мюллер все-таки для меня важен, как игрок, способный собирать в разных позициях и, конечно, удивительным образом находящих пространство, создающих пространство для партнеров. Но он совсем игрок другой, чем Зане при этом. Безусловно. А почему нельзя вместе это использовать? А вот это сложный вопрос, потому что до Чемпионата мира Йоге все говорили, ты почему не берешь Зане? Он же его не взял в последнем году. Потом он стал брать Зане, а потом случилась вот эта история с отказниками, с искусственными отказниками, то есть не стал именем, и все стали говорить, почему, собственно говоря, не Мюллер. А почему он их не может, действительно, использовать вместе? Потому что один из них тихоходный игрок, а второй из них ракета. Ну, надо сказать, что Зане это современный автомобиль. Потому что откровенно, давайте, давай, давай, давай говорить. Он по физическим своим возможностям может, ну, реально удивительные вещи. Именно с точки зрения атлетизма и... Не, так а почему? Я просто не понимаю. Люди не должны вместе бегать, они не нужно... Я пытаюсь, я не знаю, я не понимаю идеи. Просто вопрос, что есть Гнабри еще? Есть еще Гнабри. Для меня Гнабри игрок... Даже более комплексный, чем Зане. Да. Вот здесь спасибо, что ты меня перебил, но правильно перебил. Я отдал тебе начальное ускорение. Нет, я действительно считаю, что Гнабри очень сильный игрок и довольно умный, хорошо открывающийся, причем не только под завершение, а и в предзавершающей фазе, от Атисы, скажем, когда уже приходит в последнюю треть, но он может подготовительную передачу отдать. Мне Гнабри очень нравится, поэтому... При том, что Гнабри получал очень плохую критику в Германии, у меня полгода целых с возобновления прошлого сезона. И вообще... Но я не настолько сейчас смотрю, может быть, я здесь не буду говорить, может быть, сейчас он действительно не в лучшем состоянии. Я не знаю просто. Нет, это все вкусовщина и причем основанная часто на совершенно непонятных каких-то факторах. Я абсолютно согласен, что Гнабри это цельный игрок, который может быть сейчас. Но почему действительно он не может использовать Мюллера, для меня это большая загадка. Потому что Мюллер может быть абсолютно... Тем более, надо брать не только 11 футболистов, которые ты представляешь вот этот там, этот там, этот там. Нужно иметь возможность ротировать, возможность подставить под каждого соперника. Можно, конечно, говорить о том, что в современном футболе очень много плохого, и это абсолютная правда, но все-таки тактическая адаптивность она просто вышла на другой уровень. Она вышла на другой уровень в связи с тем, что физические возможности игроков достигли уже. Ну и тактическая поработка стала выше. Во-первых, ну как, раньше видеоматериалов было намного меньше, с которыми можно было готовиться. Как по отношению к самим себе, когда ты можешь подготовить вообще презентацию того, что должен делать человек, но также и узнавание соперника. Поэтому, может быть, он не хочет лишних, там, как это говорится в итальянском, сенаторов, вот таких ветеранов, которые... сенаторов может быть не хочет. Это, в принципе, достаточно распространенный тренерский жест, когда ему не нужны другие какие-то там капитаны на корабле. Может быть, они слишком стали много проявлять вот этой склонности, потому что быть капитаном. И так как бы, ты должен находиться для этого в раздевалке и понимать эти вещи. Потому что, то, что выносит на бильд или десан, это совершенно понятно, что это всегда... Может, сегодня нет грязи, поэтому не столь льнаем. Один коллега сказал, как один коллега сказал, что в футболе не бывает инсайдов, бывает просто скармливая информация о теме, кому она... Ну, я думаю, это абсолютно справедливо. А мы сейчас подводим итог нашей вот этой всей беседы. Мы объединили немецко-английское, поняли, что делить им, честно говоря, совершенно нечего, потому что и одни вносят серьезный контрибьюшн в развитие, скажем так, футбола, и другие, это по-прежнему остаются серьезные страны с заявками на победы и, скажем так, разработки в футболе очень важные, потому что Англия немножко в этом плане отстала, потому что только Арсен Венгер начал вносить какие-то ясности в раздевалки, между тем, что нельзя есть гамбургеры сразу за 20 минут до игры и после игры не надо яичницу себе жарить. Но, с другой стороны, я думаю, что никому это не мешало долгое время. То есть, просто опять-таки это было соответствие времени. Просто в каком-то момент Англия отставала. Точно так же, что в Купере раньше была пепельница, не было радио. А сейчас пепельница, ну, ты ее там видишь. Ну, например, сейчас курить-то не модно. В машине вообще. В машине это просто, ну, просто не курить. А вот радио, и чего только здесь нету, полно всего. Ты знаешь, да, зачем вот эта круглая штука в Купере? На середине. Чтобы руль можно было, я, по-моему, это уже сказал, да? Чтобы руль туда, направо или налево ставить, в зависимости от стороны потребителя. Непонятные перспективы на успех у Германии, непонятные перспективы на успех у Англии. Я, честно говоря, не уверен, что немцы выйдут в финал чемпионата Европы. А, мне кажется, вообще, а в ком ты уверен, что они выйдут? Вообще, мне кажется, как говорить о том, что... Слушай, я не удивлюсь, если Франция снова повторит фокус. Не, не удивлюсь, понятно, но вот, кстати, уверен? Ну, вот как-то во Франции я больше уверен, если честно. У них какая-то вот такая единая эталонная модель. это лучшая сборная в Европе. Лучшая сборная в Европе. А если ты помнишь, они после чемпионата мира не менять? А у них ничего не меняется. У них однотипные, примерно, игроки всегда. У них поколение полно футболистов. Во-первых, у них огромное количество футболистов. Можно выбирать как раз у них даже, может быть, переизбыток высококлассных футболистов в каждую позицию. Переизбыток. Но у них есть хороший ментор, который научился со всеми вот этими условиями нынешними работать. Мне кажется, у ментора еще очень хорошая зарплата, суть к тому, что он никуда вообще в клубы его не зовут, он никуда не хочет. Потому что в сборных очень маленькие зарплаты. Я не знаю, мне даже интересно, какая зарплата у Дешама и у Лёва. Почему вот они так ты знаешь, нет, Йоги и Лёв, я тебе легко объясню, почему, в чем причина его верности к немецкому футбольному союзу. Йоги сам прекрасно себе понимает, что он очень уже не хочет тренировать никакой клуб. Он ему идеально, и это говорят в том числе и его коллеги, и журналисты немецкие, ему идеально подходит стиль вот этого мыслителя, селекционера, понимаешь, вот этого. Не в том плане, подобрать правого защитника, подобрать левого. А селекционера, как человека, который вот-вот-вот перебирает вот это все золото, которое у него есть между пальцами. Ну, хочется, чтобы он пропустил момент, когда он мог стать сильным клубным тренером. А я не знаю, Мокли, если честно. А я не знаю, Мокли он стать сильным клубным. Он был, он же был клубным тренером, в принципе, не без особого успеха. С справедливости ради, сейчас реально... Он с Тиролем выиграл чемпионат авст. Я противник того, что вообще постепенно маргинализируется институт сборных, но качество футбола в клубном футболе просто несравнимо выше. Этого не признать. Потому что сборные не могут покупать все игроков. Почему? Ну, я думаю, что здесь масса моментов и о том, о котором ты говоришь, безусловно. Один из важнейших, то, что они собираются редко, то, что отношения к ним даже у игроков зачастую ниже, потому что там все-таки им какие-то, может, заплатят премиальные, но может провести параллель с тем, что игроки, играющие в Латинской Америке, есть прекрасные футболисты, которые по какой-то причине не заиграли в Европе. И на них сразу ставится крест. Ну, или там штаб не потянул. Не потянул, или еще, как это говорит, знаешь, не смог принять новую культурную... В общем, все, что угодно, но все-таки для по-настоящему, чтобы их оценить высоко, нельзя. Ну, вот условно, Рикельми, к примеру. То есть в культуре вообще латиноамериканской, арбентинской футболы это уникальный человек. Но в Европе был только Вильяреал, отдельный период, когда он был неплох, и топ от него приходил строить игру, и т.д. и т.п. Ну, и тогда Вильяреал был самый сильный за всю историю еще. Но возвращаясь к этому, так же и с тренерами. Все-таки, чтобы сказать, что тренер подтвердил свой статус, свой уровень, он должен поработать в большом клубе. Тренер сборной все равно это такая профессия, можно ее даже назвать чуть-чуть другой профессией, которая довольно специфична. И поэтому мне интересно, чтобы и Лев, и Дешан все-таки проявили себя там, где нужно работать каждый день, где прессинг постоянный. Вот с этим любопытно. А я думаю, что каждый вправе выбирать себе ту нишу, которую ты хочешь заменить. Потому что комфортную зону никто не отменял. если он считает, что он устраивает, Я согласен, что никто не отменял. Это только современный мир говорит, что надо из нее все время выйти. И потом выйти, чтобы вообще себя чувствовать... А из нее уже невозможно выйти, потому что ее просто уже в принципе нету этой комфортной зоны. В общем, спорить тут собственно не к чему. Мне кажется, как обычно, мы пришли к общему какому-то... Мы посовещались и пришли ко всеобщему решению. Что они обе могут. И Германия, и Англия, и Яхим Лев, и Гаррит Саутгейт, который, кстати, когда-то был просто самым ненавидимым футболистом в Англии как раз за смазанной пенальти полуфинальной серии чемпионов Европы 96-го года. И когда сбор Англии проиграл Германии. Сейчас мы, наверное, сделаем остановку, выпустим тебя в свободное плавание. Прекрасно. Спасибо вам большое за приглашение. И мы вернемся к разговору о Англии и Германии уже, видимо, после чемпионата Европы, если представится такой случай. И они себя проявят достойно, чтобы мы могли это обсудить. Ну, сегодня с вами был Иван Житков, главный редактор «Спорт один за днем», скаут, журналист Дима Чапаренко и Джонни Коппер, который работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова